Сотрудники филиала «Русский лес» готовятся к пожароопасному сезону. Он начнется уже в апреле. О каких правилах безопасности не стоит забывать, расскажем далее. Как только растает снег, в леса потянутся сотни людей, желающих отдохнуть на природе. Начнется сезон шашлыков, а с ним и сезон лесных пожаров. Сотрудники филиала «Русский лес» к этому опасному времени готовятся заранее. Филиалом проводятся работы по прочистке минерализованных полос, по устройству минерализованных полос. То есть это опашка леса шириной меток 40 сантиметров. Это противопожарный барьер, чтобы не переходил пожар, огонь, сельхозугодий, то есть полей не переходил в лес. Также филиалом проводится прочистка просек. Это для прохождения пожарной техники. В случае, если пожар где-то в лесу, то по просекам уже проходит пожарная техника. Также ведется ремонт лесохозяйственных наших дорог, чтобы техника приходила. То есть филиалом полностью ведется все работы, а также пропаганда противопожарная. Проводятся беседы с жителями, с членами СНТ, раздается наглядный материал противопожарный. То есть принимаем все меры. Кроме того, с этого года в силу вступили новые правила пожарной безопасности в лесах. Они касаются как собственников территорий, прилегающих к лесополосе, так и частных лиц, желающих провести уикенд на свежем воздухе. С момента схода снежного покрова запрещается использовать источники открытого огня. А это значит, по закону, использование мангалов и жаровень в лесах запрещено. Ранее на законодательном уровне это прописано не было. Как показала история, причиной возникновения всех лесных пожаров все-таки является неосторожное обращение с источниками открытого огня. А это может быть что? Если мангал горел, люди ушли, не залили, это ветер развеял и огонь пошел в лес. Это может быть брошенный окурок. Для круглосуточного мониторинга в городском округе на вышках сотового оператора установлены камеры видеонаблюдения. Создана добровольная пожарная дружина лесничества «Русский лес» из числа сотрудников. Всего 39 человек. К пожароопасному сезону подготовлена и вся необходимая спецтехника. Продолжение следует...